Уважаемые коллеги, разрешите вам представить наш опыт применения инфузионных венозных портсистем. Прошла сейчас большая сессия по портсистемам, когда непосредственно специалисты высказали свое мнение. Ну вот мы представим свое видение, как это у нас происходит в условиях окружного онкологического диспансера города Челябинска. Не листается? Нет. Венозными портсистемами пока ищется презентация. Венозными портсистемами наше учреждение занимается 2010 года. Изначально это были единичные случаи. Начиналось все это с большой, ну с небольшой, как сказать, а с, как это понималось, большой хирургии. То есть непосредственно уделялась подключичная вена и имплантировалась инфузионная камера. То есть это выполнялось бригадой сосудистых хирургов. После этого непосредственно мы создали, получается, бригаду рентген-эндовоскулярных хирургов, которые в первую очередь были онкологами и начали применять методики. Методики мы сразу осваивали. Это непосредственно применение и установка инфузионной портсистемы под рентген-эндоскопическим контролем. На данном графике представлено наше развитие, то есть по количеству, как мы к этому стремились. И в итоге мы в настоящее время выполняем установку в дневном стационаре. Количество портсистем у нас уже достигает практически к 200 за год. Какие пациенты? Это и как мужчины, так и женщины. Женщин у нас оказалось больше, возраст от 19 до 78 лет. Конечно, преобладает заболевание органов пищеварительного тракта с учетом суточных инфузий и схем химиотерапии. Далее идет молочная железа, женские половые органы, лимфоидная ткань, ну и также другие локализации. Какие показания к установке инфузионной портсистемы мы преследовали? Конечно, изначально ярких или четких показаний к установке портсистемы у нас не было. То есть это плохие вены, сложно найти вены. То есть наши медсестры указывали врачам, что есть действительно проблемы, пациенту некомфортно, ожоги, флебиты. Врач задумывался тогда о каком-то доступе венозном. Это все приводило к частым установкам потучичных венозных катетеров. Ну и также основным показанием это длительная терапия. То есть это как применение суточных инфузий, лекарственной терапии, паритеральное питание в условиях палиативного отделения. Сейчас все у нас это четко, есть четкие показания. Мы непосредственно стараемся на первичном планировании в составе радиолога, химиотерапевта, либо в поликлинике, либо в стационаре. Создается комиссия и непосредственно решается вопрос о дальнейшем лечении пациента. Если пациенту необходима суточная инфузия, адювантная, либо неадювантная химиотерапия, высокий риск прогрессирования, то тогда непосредственно пациент сразу же без установки венозных каких-то катетеров сразу пациент направляется на, записывается на установку инфузионной порт-системы. Непосредственно осматривается врачом, который будет выполнять данную манипуляцию, записывается на определенное время в поликлинике, пациент приходит в поликлинику, госпитализируется в дневной стационар. Анализы стандартные, представлены на слайде, то есть я их озвучивать не буду. В день госпитализации непосредственно выполняется установка инфузионной венозной порт-системы. В условиях своей оснащенности максимально мы можем установить в день 2-3 порт-системы. Мы ее проводим в условиях операционной подместной анестезией, установили мы ее под рентгеновским контролем, длительность нашей процедуры составляет от 20 до 40 минут. За все время так получилось, что мы сотрудничаем с фирмой Бибраун, то есть у нас все это время, нас эти венозные порт-системы абсолютно устраивают. Мы используем малые и стандартные камеры, малые мы используем и у истощенных больных, с отсутствием или малым количеством подкожно-жировой клетчатки. Но стандартные камеры, конечно, используются более тучным пациентам. Так заведено, что доступы у нас используемы чаще. Это у нас любимый подключичный доступ, это максимальное количество надключичный и еремный. Сейчас большую часть пункций мы используем слепым методом. Сейчас у нас внедряем методика установки под ультразвуковым контролем. В постмонсунионном периоде что мы делаем? Мы наблюдаем за пациентом в течение 3 часов, смотрим жалобы пациента, его состояние, то есть если возникает подозрение на проявление пневмоторакса, это самое, получается, коварное и самое раннее осложнение при установке инфузионной порт-системы, то непосредственно в условиях стационара выполняется рентгенография органов грудной клетки. При выявлении пневмоторакса пациент из нового стационара переводится в круглосуточный стационар, где получается в этот же день, так как это угрожаемое состояние, выполняется пункция и дренирование плевральной полости непосредственно, потом пациент контролируется. При полном расправлении легкого катетер, дренаж удаляется, и если это необходимо, и позволяет его состояние, чтобы пациенту не затягивали сроки лечения, проводится химиотерапия в условиях круглосуточного стационара. Осложнения с 2010 по 2017 год. Это когда мы активно осваивали методику, то есть у нас был один пинч-офф-синдром, инфицирование после операционной раны ложа порта, были пневмотораксы, конечно, пролежни в малой степени. Сейчас, имея уже достаточно опыт, большой опыт, у нас количество осложнений снизилось, и мы вот выполняем их, получается, непосредственно устанавливаем фузионные венозные порт-системы в условиях дневного стационара. То есть мы имеем один пневмоторакс с наличием и три пролежни порта. Одна из тоже таких интересных составляющих, почему именно не круглосуточный стационар, а дневной стационар. Хотя на слайде представлено, что круглосуточный стационар практически 40 тысяч рублей, дневной стационар 30 тысяч рублей. Но с учетом всех рекомендаций сейчас, круглосуточный стационар запрещено, не то что запрещено, а не рекомендуется занимать койку круглосуточного стационара для установления инфузионной порт-системы. С учетом программы нашей онкологической, один порт не входит в тариф КСГ, Если проводить непосредственно во время госпитализации химиотерапии, будет оплачена химиотерапия, не будет оплачен инфузионный порт. Поэтому мы пришли, нашли решение, это выполнение непосредственно в дневном стационаре под рентгенологическим контролем. Тариф получается меньше, но остается еще на, то есть в больнице уходит в плюс, где-то ориентировочно на 10 тысяч рублей. Для чего мы это делаем? Мы получили выраженную положительную динамику с учетом того, что в 2015 году выполнено 1953 установлено подчищенных катетера, а мы установили 18 инфузионных порт-систем. Потом у нас идет скачок, непосредственно резкий скачок, мы установили 105 порт-систем, и у нас снизилось количество установки подчищенных катетеров в условиях специалистами инфузионных отделений. То есть это все пункции, они на круг, то есть это и химиотерапевтические пациенты, и непосредственно послеоперационные, но явно видно большая колоссальная разница. После этого, конечно, идет опять повышение по годам 2017-2018 год, но это мы связываем с тем, что количество суточной химиотерапии возрастает, и необходима большая потребность установки инфузионных порт-систем. Тогда количество установки подчищенных катетеров будет значительно меньше. На данном слайде представлена структура осложнений. Тут понятно, что чем больше и чаще мы пунктируем непосредственно подчищенную вену, тем больше осложнений мы получаем. Это как некомфортно и опасно для пациента, это непосредственно некомфортно для того же врача, который выполняет данную манипуляцию. Какими мы пришли выводами? Что это безопасно? Установка инфузионной порт-систем в условиях амбулаторного отделения – это безопасно. С учетом того, что на такое большое количество случаев мы получили малое количество осложнений, это удобно. Это удобно непосредственно пациенту, это удобно родственнику, это удобно медицинской сестре, непосредственно которая выполняет процедуру по установке химиопрепарата, либо вообще инфузионной какой-то системы. Это быстро, то есть методика отработанная, пациент быстро поступает, получает специальное лечение, ну и установка занимает от 20 до 40 минут. Ну и что немаловажно, это экономически целесообразно, что при небольшом затрате мы тоже получаем какой-то небольшой положительный эффект. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.